Приветствую, друзья. Расскажу, как вам интересно. Потому что сейчас информации разных много, у людей жизнь одна, и никому не интересно долго чего-то слушать, поэтому ТикТок, коротко там и так далее. Поэтому я тоже коротко. Вот смотрите, очень важные вопросы, компактно. Посмотрите, оказывается, законы единые и для психических процессов, и для телесных. Психические процессы, это в принципе духовные процессы, телесные, материальные. И вот когда они несогласованные, когда, например, сознание, с подсознанием несогласованные, человек ищет какой-то ответ на какой-то вопрос, он делает пики напряжения. Он ищет, он ищет с этой стороны, с этой стороны. А вот в какой-то момент у него возникает, когда говорят, пазлы сошлись, когда говорят, понял. И в этот момент, оказывается, происходит вот этот момент, вот этот вот квантовый, так называемый, на самом деле, триггерный переход на другой режим энергозатратный, менее затратный, на другой энергетический режим работы мозга. Поэтому, когда человек что-то понял, у него ощущение такой, ну, сброс напряжения произошел. Это даже как вот кайф такой, или там что-то там, ну, такое ощущение озарения, когда происходит, сопровождается такое эмоция удовлетворения, какой-то радости. Ну, понял. Вот, вот это момент согласования несогласованных ранее процессов. Потому что там, в этой психической реальности, оказывается, имеет значение отношение к чему-то, к факту, а не сам факт. И поэтому там у нас возникают моменты, я вам сейчас объясню, почему некоторые эмоции называются негативными. Потому что, когда они очень энергозатратные, это боль. Это от отношения человека зависит. Для одного человека то же самое. Ситуация не является эмоциональным страданием. Даже, может быть, радость вызывает. А мало ли чего бывает в жизни. А у другого маленькая какая-то трагедия вызывает сильную эмоцию. И тут возникает энергозатратность. Поэтому называется негативные. А вот, когда ты согласовалась у тебя, там происходит сброс напряжения. И такое ощущение освобождения. Ну, как, послушайте внимательно, я заканчиваю. Послушайте внимательно. Как в методике Бутейка, когда человек пытается несколько раз, несколько раз задержать дыхание, потом у него дыхание задерживается, и того кислорода, который уже есть, становится достаточным. И поэтому он чувствует такое облегчение. То есть, потому что он перешел на другой энергоэкономика личности. Исходя из нее, можно будет потом вам рассказать, почему законы единые во Вселенной, и почему Кант говорил, «Звезды над нами» и нравственный закон внутри нас. Скоро вебинар с Киселёвой. Как только определяется дата, буквально через день определяется дата, и мы объявляем, когда он будет. До встречи, друзья.